Тема «5 шагов лечения анемии». Сегодня мы пройдем по этим шагам и посмотрим, где что может пойти в вашем лечении не так. Меня зовут Елена Барсукова, врач-терапевт, врач превентивной медицины, нутрициолог. Темой лечения анемии и дефицита железа я занимаюсь уже 5 лет. И эту тему меня приглашают преподавать в лучшие институты и университеты для нутрициологов, такие как МИИН, ЭТПРО. И Сибирин вы у нас пригласили меня также записать большой-большой курс по лечению анемии и дефицита железа, что очень приятно. Саму тему анемии, как я уже сказала, 5 лет я преподаю, и большое количество потоков и студентов прошло, и получили просто превосходные результаты и по цифрам, и по длительности, по стойкости этого результата. Поэтому я знаю, как довольно сложную тему анемии преподавать так, чтобы было все максимально понятно. Мы говорим про анемию и дефицит железа, и вообще, почему я себя посвятила этой теме, потому что анемия и дефицит железа очень сильно распространены. Казалось бы, вот такой банальный микроэлемент железа, но железо принимает участие в большом количестве процессов в организме, и на первом месте, безусловно, это перенос кислорода. Железо входит в состав гемоглобина, гемоглобин переносит кислород по организму, а без кислорода невозможно, никакие реакции. Поэтому, если вы находитесь без кислорода при низком уровне железа, вы находитесь в состоянии гипоксии, и у вас появляется большое-большое количество симптомов. Вот сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами прошли по симптомам, блоками. Сначала давайте вот их обсудим, да. Это те самые первые предвестники, по которым вы можете вообще заподозрить, а нет ли у меня анемии, и решить, а не пойти ли вам сдать анализы для того, чтобы определить, есть ли такая проблема или нет. Вот давайте с вами начнем просто с внешности, да, для начала. Такие изменения происходят. Ну, во-первых, кожа становится бледной, и вы наверняка слышали, ой, там, что-то ты бледный, а не анемия ли у тебя. Бледная кожа, бледные склеры, то есть когда, например, вы можете оттянуть нижний край века, посмотреть на конъюнктиву, она будет бледновато. Иногда склеры прям становятся такие голубоватые в свою очередь. Да, это с одной стороны. Начинаются проблемы с волосами, выпадение волос, истончение волос, проблемы с ногтями, ногти становятся ломкими, появляются вот такие продольные борозды. В очень тяжелых случаях ноготь может быть вот вогнута, таким, как чашечка. Но это встречается довольно редко. Также, смотрите, со стороны кожи или кожных покровов очень часто жалуются пациенты на то, что они мерзнут, на то, что у них холодные конечности. Но, на мой взгляд, самые доминирующие, такие часто встречающиеся симптомы, они все-таки со стороны нервной системы. Это усталость, это апатия, это раздражительность и неспособность выдерживать какие-то очень сильные стрессовые ситуации, когда, казалось бы, наоборот, не сильные стрессовые, а наоборот, такие легкие. Например, когда, там, ребенок что-то сделал, а вы не сдерживаете себя, там, и срываетесь на него, да. У вас низкий уровень либидо, как правило. И еще есть такие симптомы, которые встречаются уже на прям низком, не только ферритине, но и гомоглобине. Когда появляется головокружение, появляется одышка, вот, например, вы спокойно поднимались на второй, третий этаж, но сейчас понимаете, что это невозможно, вы задыхаетесь, вам нужно остановиться. И еще такой симптом, как тахикардия. И этот симптом очень интересный, потому что, когда у нас тахикардия, к кому мы идем? В первую очередь мы идем к кардиологам, кардиологи делают ЭКГ, проводят УЗИ сердца, разные функциональные пробы, и они говорят, слушайте, но с нашей стороны нет никаких нарушений. В этот момент нужно обязательно посмотреть уровень гемоглобина и уровень ферритина. И еще из таких необычных симптомов, это, безусловно, низкий уровень иммунитета, потому что железо входит в состав таких клеток, макрофагов, которые первые захватывают инфекцию у нас при встрече с иммунной системой. Особенно хорошо это видно на детях, на маленьких, да, потому что анемия – это не только заболевания взрослых людей, но от анемии страдают и маленькие дети, я бы сказала, особенно маленькие дети до 3-4 лет. Если их мама во время беременности была в дефиците железа, у них уровень иммунитета довольно низкий, они постоянно в ОРЗ, ОРВИ, сопли и так далее. Поэтому обязательно эти анализы, эта проблема тоже касается и их. И задержка психического развития при дефиците железа, и тогда, когда ребенок начинает, например, позже говорить, позже какие-то осваивать навыки. И еще очень необычный симптом – это появление кариеса. Казалось бы, да, мы, когда у нас проблемы с кариесом, мы часто делаем упор на кальций, на фосфор, но действительно наличие анемии очень сильно влияет на то, появляется у ребенка кариес или нет. И это такой интересный момент в том плане, что вы можете никогда, там, ребенок не знает, что такое сладкое, питаться абсолютно правильно. Но если у него есть дефицит железа, то, скорее всего, будут проблемы с кариесом в том числе. Мне бы хотелось сейчас посмотреть комментарии ваши, посмотреть на то, какие симптомы вы у себя видите, или если вас какие-то симптомы беспокоят, я скажу, может ли быть такое, что этот симптом зависит от дефицита железа. Поэтому вот открывая комментарий, можете активно сейчас писать. Пока вы пишете и спрашиваете про свои симптомы, я еще хотела сделать такой акцент, что есть такой симптом беспокойных ног. Тогда, когда вы ложитесь спать, но прям ноги возят, то есть вы не можете улечься, не можете никак пристроиться. Вот этот симптом, он бывает при варикозной болезни вен, но он очень часто встречается и при дефиците железа, тоже такой довольно необычный. Так, хорошо, ладно. Я вот вижу, что несколько человек пишут свои комментарии. Давайте сейчас я немножко, мы еще подождем. Еще смотрите, да, концентрация внимания снижена и усталость при дефиците железа, эти симптомы очень-очень часто встречаются, абсолютно, да. Синдром беспокойных ног, да, это да. Хорошо, я бы еще сказала, что знаете, все процессы лечения ЖКТ, которые связаны с заживлением слизистой, при наличии анемии тоже идут гораздо хуже. Поэтому, когда у вас есть проблемы и ЖКТ, и анемии, нужно этими проблемами заниматься одновременно. Заеды не проходят месяцами, да, заеды могут появляться. Хорошо, давайте с вами пойдем дальше и пойдем на диагностику. То есть вот смотрите, мы сейчас поговорили о том, что вот симптомы есть, и скорее всего это будет означать, что у вас есть дефицит железа. И теперь нам нужно с вами пройти по вот этим пяти шагам правильного лечения дефицита железа. Да, то, как это буду я рассказывать и рассматривать на курсе по анемии. Как мы будем идти, какие шаги необходимо соблюдать для того, чтобы анемию или дефицит железа вылечить правильно. Итак, первый шаг – это всегда диагностика. Но вот теперь смотрите, нам нужно диагностику с вами разделить на два больших блока. Есть диагностика для выявления проблемы, для того, чтобы понять вообще у меня что. У меня анемия, у меня дефицит железа. А второй блок, он как раз-таки для поиска причин. Потому что мы с вами понимаем прекрасно, что обнаружить проблему дефицита железа – это только полдела. Но если вы не найдете причины и не устраните эти причины, то вы будете постоянно возвращаться в эту проблему. И вообще не факт, что прием железа вам поможет. Поэтому давайте вот первый блок – это обнаружение, вообще понять, есть ли дефицит железа или нет. По большому счету нам здесь достаточно двух анализов. Это общий анализ крови и ферритин. Вот смотрите, общий анализ крови, мы там обращаем внимание на гемоглобин, ну в первую очередь, да. И у нас уровень гемоглобина должен быть не меньше, чем 120 грамм на литр. Тогда, когда гемоглобин ниже, чем 120, да, 119, все, это уже диагноз, прям диагноз, анемия. Но проблема в том, что у вас может быть нормальный гемоглобин, но все те симптомы, о которых мы говорили, они могут появиться. И нам нужно посмотреть именно поэтому депо железа в организме. И нужно обращать внимание на ферритин. Ферритин должен быть не меньше 50, а лучше там от 50 до 70 даже, да, для всех абсолютно, начиная с 6 месяцев. Вот это очень важный момент. Для вас вот это самый вообще главный критерий – нужен ли вам курс по анемии, да, который сейчас уже запустился, уже выложен первый урок от Siberian Wellness. Вы на него можете по главной странице уже перейти. То есть если вы понимаете, что, а, у вас низкий гемоглобин, то есть гемоглобин ниже, чем 120, и, б, у вас, например, или, или у вас низкий ферритин ниже, чем 50, все, вам 100% нужно на этот курс, потому что вам нужно понимать, как правильно себе помочь. Дальше у нас для, бывает такая ситуация, что ферритин повышен, допустим, он выше 50, но все симптомы есть, да, и очень часто такое встречается, особенно если был какой-то воспалительный процесс серьезный в организме, да. Если вы недавно перенесли ОРЗ, ОРВИ, у вас есть какой-то хронический воспалительный процесс, проблемы с суставами, или у вас тонзелит хронический, или проблемы с зубами, например, то у вас, во-первых, может быть очень сильно смазан ферритин, он может быть завышен, потому что на воспалении он ложно повышен, да, это не означает, что у вас все в порядке с депо железа. А во-вторую очередь, несмотря на то, что ферритин высокий, на воспалении запасы железа истончаются, да, поэтому иногда мы на вот этой первой, в первом ряду диагностики еще сдаем степень насыщения трансферина и трансферин. И вот уже в курсе по анемии я подробно рассказываю, как их оценивать, потому что очень много врачей делают постоянные ошибки с трансферином, прям заблуждаются, неправильно их расценивают, и это очень большая проблема. И вот, значит, мы для начала определились с вами, да, вот напишите мне, пожалуйста, в чате свой уровень ферритина, да, какой у вас уровень ферритина, если вы его знаете, очень любопытно посмотреть. Значит, еще раз повторю нормы, да, то есть норма, гемоглобин должен быть больше, чем 120, ферритин должен быть больше, чем 50, у мужчин он должен быть больше 70-100%. Вот смотрите, нам интересные вещи пишут в комментариях, у ребенка 11 лет, ферритин 30, гемоглобин 110, то есть у ребенка уже диагноз анемии, эта ситуация уже очень сильно запущена, потому что те нормы, которые я говорю, они уже для детей от 6 месяцев. Так, хорошо, и теперь смотрите, а второй блок, да, он очень сильно связан с выявлением причин. Да, вот еще пишут, да, ферритин 9,3, 119 гемоглобин, тоже крайне запущенная ситуация, не то, что депо нет, но уже и для того, чтобы жизнедеятельность свою какую-то обеспечить, да, уже тоже никаких нет ресурсов, потому что все, уже гемоглобин ниже, чем 120, уже диагноз анемия. Ферритин, кто еще пишет, 10,2, да, у нас пишут, это тоже очень низко, должно быть минимум 50. У ребенка ферритин 3, гемоглобин 92, это ужасное состояние, да, то есть это уже средний стягивный тяжести анемия. Ферритин 20, гемоглобин 137, вот здесь анемии нет, но когда нормальный гемоглобин, но низкий ферритин, это латентный железодефицит, его тоже нужно лечить. Ну и так далее. Хорошо, я думаю, что вы поняли логику, да, и вы поняли, как можно определить, есть ли у вас анемия, или у вас нет еще анемии, но у вас латентный дефицит железа. И теперь смотрите, второй, вот в этом первом шаге диагностики всегда должно быть не только проблема с тем, чтобы выявить эту, да, саму проблему, понять, есть ли анемия, или дефицит железа, но еще очень важно на моменте диагностики сразу же сдавать анализы, которые помогают выявить причину. Потому что, как я уже говорила, так, я поняла, что со звуком проблемы есть. Ну хорошо, давайте мы сейчас еще немножко попробуем. Смотрите, если мы говорим про выявление причин, да, вот это очень тоже важный аспект, обратите внимание сейчас на слайд. Здесь те анализы, которые вы должны обязательно сдавать, обязательно. То есть вы, когда пошли только сдавать, например, гемоглобин и ферритин, я рекомендую сразу же сдать весь этот перечень, потому что он вообще-то входит в стандартный, нормальный чекап, да, вот, который вы должны проходить, по идее, ежегодно. Поэтому сразу же сдаем фолиевую кислоту, сразу же сдаем В12, цинк и медь в сыворотке крови, сдаем витамин D, биохимический анализ крови и проходим, и также сдаем ТТГ. ТТГ – это гормон дипофиза, который управляет работой щитовидной железы. Вот смотрите, вообще на курсе будет очень много уделено внимания конкретно вот проблемам выявления причин и их устранения. Потому что я как врач, который занимается анемией комплексно, да, и вот всеобъемлющей, я считаю, что если мы выявили просто низкий уровень ферритина и просто назначили железо, пусть это будет даже наше классное хелатное железо или органическое железо, этого недостаточно, понимаете? Потому что да, мы назначили железо, но мы не нашли причину, почему мы пришли к такой ситуации. Вы можете пропить железо, и оно может здорово помочь, но через 2-3 месяца, если причина не устранена, вы снова уйдете в эту самую яму. И на курсе мы будем разбирать абсолютно каждый пункт. Допустим, мы говорим, фолиевая кислота, да, что означает снижение, что означает повышение, какие анализы нужно сдать, какие дозировки и как это подобрать. Потому что, например, вы наверняка знаете, что у нас в Сибиренуэл у нас с вами есть метилфолат, и этот метилфолат 400 микрограмм, можно назначить по одной таблетке 400 микрограмм, а можно назначить две таблетки 800 микрограмм. И будет очень большая зависимость от того, какой уровень фолиевой кислоты есть у вас в анализах крови. Это будет просто прям очень сильно влиять на динамику, да, на то, как быстро вы получите результаты. И так мы с вами пойдем по каждому параметру, по B12, цинку, медиа, витамин D тоже разберемся, потому что витамин D очень сильно влияет на то, как будет расти гемоглобин и ферритин. Но давайте я тезисно, наверное, повторю. Смотрите, значит, у нас основной такой момент вот в первом шаге – это правильная диагностика. И я говорила о том, что у нас должно быть два таких больших блока по диагностике. Первый блок, он связан с выявлением причины, вернее, с выявлением проблемы вообще, да. И мы сдаем всегда гемоглобин и ферритин. У нас два таких показателя должно быть. В общем анализе крови гемоглобин должен быть не меньше, чем 120 грамм на литр. Ферритин должен быть точно не меньше, чем 50. Эти цифры абсолютно для всех, начиная с 6-месячного возраста. Это основа. И бывают ситуации, при которых мы сдаем дополнительную степень насыщения трансферина и трансферина для оценки тогда, когда нам кажется, что ферритин ложно завышен. Это бывает при наличии воспалительного процесса, да. Вот эти параметры степень насыщения трансферина и трансферина я буду рассказывать уже более подробно на курсе по аниме. Почему? Потому что вот очень много ошибок в этих параметрах. Даже у докторов. Неправильно интерпретируют, неправильно оценивают. И еще по вот этим параметрам тоже перегрузку железа можно оценить. И в шаге первым очень важна диагностика причин. Очень-очень сильно. Потому что, смотрите, если вы выявили то, что у вас низкий гемоглобин или низкий ферритин, это не всегда связано с дефицитом железа. Как бы это парадоксально не звучало, железа может быть абсолютно достаточно. Но вы понимаете, что, например, вы можете сейчас как бы зажать организм, дать ему много железа с помощью всех тех же наших самых продуктов, но вы не получите результат. Потому что, ну вернее, даже вы можете его получить, но он очень быстро упадет, как только вы отмените эти препараты, потому что причина осталась все на том же месте. И я вам очень сильно советую сразу же, когда вы пошли сдавать общий анализ крови и ферритин, сдавать для выявления причин вот этот список. Фолиевую кислоту В12, цинк, медь, витамин D, биохимический анализ крови и ТТГ. Да, это гормон гипофиза. Хотя бы вот этот стандартный список. Во-первых, его нужно сдавать в принципе всем раз в год. А во-вторых, вот эти анализы, если в них есть изменения, то они чаще всего и влияют на появление анемии или дефицита железа. И смотрите, основная проблема, с чем я вижу? С тем, что много кто сдает эти анализы, но вы не знаете оптимальных показателей. То есть вы ориентируетесь на референс, а, например, у того же витамина В12 референс там от 197 до 700. Как понять, что является нормальным? Поэтому на курсе моя задача вас научить. Во-первых, всем оптимумам, то есть показать, какие цифры считаются нормальными. Второе, это научить вас правильно подбирать дозировки. Потому что вот очень, опять же, из-за того, что большой разброс, мы должны с вами научиться подбирать правильную дозу. Кому-то метилфалат достаточно будет, только 400 микрограмм. Кому-то необходимо 800 микрограмм. Это очень большая разница для того, чтобы быстро, хорошо получить эффект. И я вас этому всему буду учить. Но нужно будет отталкиваться именно от анализов. И дальше вы сможете уже работать также со своими клиентами. Вы сможете очень грамотно им помогать в составлении их профилактических схем. И, конечно же, когда мои и клиенты, и пациенты, они находят свои причины, они максимально стабилизируются в своем состоянии, и они больше не возвращаются к этой проблеме, они не возвращаются снова к дефицитам железа. И результаты получают очень-очень быстро. Скажите, пожалуйста, мне интересно сейчас посмотреть чат, какие анализы из этого списка вы не сдавали? Какие для вас были вот откровения? Еще раз повторить список показателей. Да, сейчас поставлю. Все, можете сделать скриншот сейчас и посмотреть на список показателей. Вот смотрите, где в пункте биохимический анализ крови, там, безусловно, важен параметр общий белок. Да, для нас это будет очень важным моментом. Но мы также должны посмотреть и на ферменты, да, оценить, как работает печень. На мой взгляд, вообще, очень часто забывают сдавать цинк и медь. Очень часто. А медь, зависимые анемии, они распространены очень широко. Фолиевую вы не сдавали? Слушайте, обязательно, обязательно, обязательно. Фолиевую нужно сдавать абсолютно всем женщинам. Знаете, даже, наверное, я бы не занималась дискриминацией по полу. Фолиевую кислоту нужно сдавать абсолютно всем. Потому что фолиевая кислота, она влияет не только на процессы кроветворения и важна не только для того, чтобы профилактировать дефицит железа или анемию. Например, низкий уровень фолиевой кислоты может вызывать депрессию. Но вся проблема в том, что, как правило, ее не умеют правильно компенсировать. Я вас буду этому учить правильно подбирать дозировку. Вот пишут, что витамин D никогда не сдавали, что в платной поликлинике стоит 5000 рублей. Друзья, смотрите, у нас довольно широкий выбор лабораторий и мониторки акций. Очень часто все популярные лаборатории, такие как Helix, Gematest, Invitro, они объявляют акции на наборы такие определенные. И витамин D можно сдать очень даже выгодно. Витамин D обязательно нужно сдавать, нужно знать свои параметры. Спрашивают, откуда нужно сделать скриншот. У нас с вами идет трансляция, и сейчас в трансляции есть презентация, друзья. Если вы нажмете на окошечко, вы раскроете слайд с презентации. Хорошо, давайте будем двигаться дальше и смотреть. Теперь смотрите, еще один шаг или как бы подпункт в диагностике – это, безусловно, выявление проблем с ЖКТ. И как бы нам не хотелось, возможно, закрыть на это глаза, но все процессы усвоения и всасывания идут в ЖКТ. Поэтому здесь я в блоке по ЖКТ, а вот смотрите, у нас на курсе по анемии аж будет 6 модулей, 6 больших модулей. И у нас будет отдельный модуль по ЖКТ и отдельный модуль по гипотириозу. Потому что без здорового ЖКТ тоже, к сожалению, просто так восстановлением дефицита железной альмии бесполезно заниматься. Это просто нужно делать параллельно. На мой взгляд, ошибка – ждать. Нужно заниматься этим параллельно. Поэтому смотрите, какие у нас есть аспекты, связанные с диагностикой ЖКТ. Все очень сильно взаимосвязано. Все идет сверху вниз, от желудка к толстому пешечнику. Поэтому начинаем всегда с желудка, смотрим, что у нас есть, какие проблемы. Есть ли у нас отрыжка, есть ли боли. Если есть боли, обязательно нужно ФГДС. Если есть отрыжка воздухом летухлым, проблема в низкой кислотности. И низкую кислотность нужно 100% устранять. Потому что низкая кислотность будет влиять на то, как вы усваиваете железо. Если, опять же, будет низкий витамин В12, нужна своя диагностика по желудку. И вот так, пункт за пунктом, мы на курсе будем все это разбирать, как правильно выявить и как устранить. Это основа. Повторю еще раз, почему мы создали такой курс очень большой, а не просто один урок по тому, как пить железо. Потому что если вы не устраните условно низкую кислотность, опять же, вы будете снова возвращаться в анемию раз за разом. Поэтому каждый из этих параметров мы с вами на курсе разберем. Я объясню, как его оценивать и как компенсировать. То есть как лечить это состояние. По крайней мере, профилактировать. Ну и, конечно же, кишечник. Какие тоже методы диагностики там есть. Вы можете сейчас просто делать скриншоты этих слайдов. Кальпротектин, калнекопрограмму. Я очень люблю этот метод диагностики, потому что в калнекопрограмму мы можем с вами посмотреть, какие у нас есть проблемы, в каком отделе. Если приходят непереваренные мышечные волокна, скорее всего, проблемы в желудке. Если непереваренные, например, жиры, то проблемы в желчном пузыре и в желчатоке. Если, например, приходит ядофильная флора, то мы уже говорим о том, что да, есть какие-то проблемы с патогенной микрофлорой, с паразитами, возможно. И вот так тоже шаг за шагом обсудим диагностику комплексной по ЖКТ и способы помощи себе с помощью продуктов Siberian Wellness. Еще в поиске причин очень важно посмотреть по сторонам и посмотреть на потери. Вот посмотрите на первый пункт. Это обильные месячные. Вообще мы с вами начинаем, в принципе, с того, что когда у нас обнаруживается дефицит железа, нам всегда очень важно посмотреть на поступления и потери. И потери, вот эти обильные менструации, займут у нас тоже отдельный раздел. Потому что если вы теряете крови за один только цикл больше, чем 80 миллилитров, это будет неизбежно приводить к тому, что вы будете попадать в группу риска по анемии. Представляете, 80 миллилитров это очень мало. Вот у нас средний пластиковый стаканчик где-то примерно 150 миллилитров, так это вот примерно половина этого пластикового стаканчика. Это очень мало. А теперь вспомните, девочки, какие прокладки вы покупаете. Если вы покупаете четверку, если вы покупаете ночные прокладки, то вы 100% в группе риска по развитию дефицита железа и анемии. Потому что организм, как бы вы хорошо ни питались, он просто не успевает восполнять эти потери. Какие у нас причины обильных менструаций бывают? Чаще всего это миомы, полипы, эндометриоз. И об этом вы наверняка много говорите на курсе Екатерины Волковой. Целый отдельный модуль на курсе будет посвящен работе щитовидной железы. Гипотериоз очень важно компенсировать. Во-первых, я расскажу про то, как в принципе оценивать гормоны щитовидной железы. ТТГ, Т3 и Т4. Потому что ТТГ у нас тоже, как эндокринологи оценивают, если вы не вышли за верхнюю границу референса, значит у вас все в порядке. А если вышли, то уже вот давайте пить тогда гормональные препараты. Это неправильный подход. И щитовидная железа и работа, и анемия тоже очень сильно связаны. Если будет дефицит железа, щитовидная железа будет плохо работать. Если щитовидная железа плохо работает, то она плохо стимулирует образование клеток крови. Это такой замкнутый круг. Поэтому если ваш ТТГ выше, чем 2,5, у вас уже есть состояние субклинического гипотериоза, у вас уже есть проблемы с работой щитовидной железы, и мы будем с вами учиться правильно помогать ей, правильно ее восстанавливать без гормонов. Поэтому смотрите, вот этот такой, если мы говорим про щитовидную железу и про гипотериоз, оптимальный интервал, в который вы 100% должны попадать, это от 0,4 до 2,5. Если у вас ТТГ выше, чем 2,5, у вас уже состояние субклинического гипотериоза. И еще раз повторю, это очень-очень важно делать параллельно. То есть вы занимаетесь щитовидной железой, и вы параллельно занимаетесь восстановлением дефицита железа. Вот сейчас можете написать свои цифры по ТТГ в чат. Может быть, кто-то знает уже свои цифры. Поэтому напишите, очень интересно. Вот Вероника пишет, что очень интересный и полезный информат, когда будет курс. На самом деле курс уже открыт, и уже первый урок опубликован. Если нас кто-то слушает из менеджеров сейчас, если можно, я бы хотела попросить вас скинуть ссылку. Или, может быть, кто-то из вас уже знает, где эта ссылка на курс лежит. Пожалуйста, опубликуйте ее для того, чтобы можно уже зайти. Там два тарифа. Есть обычный слушатель и есть тариф с обратной связью. Мы с вами будем встречаться целый месяц, три раза в неделю у нас будет с вами общение. Я буду отвечать на ваши вопросы. То есть вы будете слушать материал, а мы с вами три раза в неделю будем общаться. Если какие-то моменты остались невыясненными, то будем это разбирать. И вот смотрите, возвращаясь к гипотириозу. Очень важный будет такой момент, это правильная расстановка всех витаминов, микроэлементов по схеме. Потому что итогом всего нашего обучения должно быть составление правильной, корректной схемы, где правильные дозировки, где витамины и микроэлементы не конфликтуют друг с другом. Поэтому мы с вами сначала пройдем все модули, все проблемы, которые могут как-то влиять на развитие дефицита железа. А в завершении, на последнем уроке я объясню, как правильно все это расставить. То есть мы прям с вами распишем утро, обед, вечер, до еды, после еды. И все по пунктам прям будет у нас правильно подобранные дозировки, исходя из ваших анализов. Да, вот спасибо вам, что пишете ваши уровни ТТГ. ТТГ, смотрите, еще раз повторю, уровень ТТГ от 0,4 до 2,5, то есть 0,7 это нормально. Вот ТТГ пишут, Екатерина пишет, 2,7 я уже, а и у меня аутоиммунный тиреидит гипотириоз. Да, это тоже уже повод задуматься. Тех, у кого будет аутоиммунный тиреидит на курсе, я тоже для вас дам определенные лайфхаки, как с аутоиммунным тиреидитом работать. Потому что отличие введения гипотириоза от аутоиммунного тиреидита все-таки есть. Обязательно это с вами, особенно если вы придете на обратную связь, на этот тариф, обязательно с вами это еще обсудим, я вам дам дополнительные лайфхаки. Так, у меня 1,4, но не брали Т3, Т4, переживаю. Но, Виктория, можете не переживать, если ТТГ 1,47, это нормально, это допустимо. 1,6, тоже хорошо, ТТГ 2,5. Ирина, как бы неплохо, но надо мониторить, да. Так, у Потаповой Натальи ТТГ 4,2, это уже прям высоко, то есть у вас уже прям диагноз гипотириоз можно поставить, то есть это уже не просто субклинический гипотириоз, поэтому вам прям 100% нужно приходить и послушать внимательно модуль по гипотириозу и по коррекции. Точно пока не принимайте гормоны, потому что у меня очень много наработок, когда мы снижаем ТТГ без применения эутерокса или эльтероксина, просто восстановлением дефицитов. Поэтому точно стоит попробовать. Тоже очень пограничная ситуация у Светланы Тороповой, да, 3,9, вы прям на волоске тоже от диагноза, поэтому обязательно вот это все. Светлана 4,8, пью эутерокс 100. Но могу сказать, что, Светлана, вы, конечно, не компенсированы. Досировка высокая, ТТГ тоже сильно высокий. Вам нужно либо к эндокринологу, но посмотреть, что вы пьете для щитовида железы, еще кроме эутерокса. Хорошо, друзья, я вижу, да, вот у Октаны ТТГ-6 это тоже катастрофа, у Вероники 3,5 тоже катастрофа. Друзья, постарайтесь, пожалуйста, попасть на курс и попасть на тариф с обратной связью обязательно, потому что там очень мало мест. Занимайте прям места. И в своих командах, если вы знаете, что у вас есть люди, которые страдают от дефицита железа, пожалуйста, тоже приглашайте девочек со своих команд, потому что курс очень объемный, и много проблем мы закроем на этом курсе. Хорошо, давайте с вами пойдем дальше. То есть вы понимаете, да, про вот потери. Обильные месячные, я расскажу про то, как их издерживать, и чуть-чуть мы затронем тему эндометриоза. Работа щитовидной железы, очень большой блок и очень важный, его нужно делать параллельно. И дефицит экофакторов. Обязательно, просто это must have, расскажу по каждому пункту, как диагностировать, что значит повышение понижения, как подобрать правильные дозировки, и, конечно же, как долго пить, потому что со сроками тоже есть такая проблема. Пока я сейчас буду отвечать на вопрос Светланы, мне бы хотелось, чтобы вы в чате написали, как вы думаете, какая у вас причина. Вот вы сейчас послушали меня, как вы думаете, какая у вас причина анемии. Есть. Значит, чем отличается анализ на железо от анализа на ферритин? Друзья, это хороший вопрос, и это вообще очень частая ошибка. Вот железо, анализ железа, это просто сколько железа у вас плавает в крови сейчас, в данный момент. Этот анализ никак не влияет на то, на оценку депо железа в организме. Никак. То есть это просто вот вы взяли в момент, и вот в этом моменте в крови столько-то железа. Вы накануне могли съесть хороший стейк, вы могли выпить мегавитамины, и там тоже неплохая дозировка железа. То есть, понимаете, это вообще ни о чем не говорит практически. То есть есть ситуации, в которых это важно для врача, но точно не для диагностики, не для скрининга дефицита железа. Для скрининга важно гемоглобин и депо, ферритин. То есть вот это железо, которое связано с белком и лежит в запасе, в основном в печени, лежит и ждет, когда оно пригодится. Вот это важно. Важно сдавать именно ферритин. На стывороточное железо мы не опираемся. Так, хорошо. Значит, идем тогда с вами дальше. Шаг третий, и я здесь вижу тоже очень много проблем, это подбор препаратов и дозировок. Вот смотрите, здесь сейчас на слайде вы видите список тех самых заблуждений или мифов о приеме железа. Любой формы, хелатной или лекарственных препаратов. Самая главная проблема, это то, что дозировка железа никогда не может быть универсальной. Никогда. Вот смотрите, вы сейчас писали мне в чат очень много крутой информации. Спасибо всем, кто делится информацией о себе. То есть у кого-то ферритин 8, а у кого-то ферритин 35. Как вы считаете, дозировка железа может быть одинаковой для этих людей? Ну, конечно же, нет, она не может быть одинаковой. И поэтому я буду вам объяснять, как правильно подбирать дозировку. А плюс, смотрите, очень сильно будет зависеть от причин. Например, у кого-то причина дефицита витаминов группы В, а у кого-то причина обильной месячной. И здесь тоже будет разница в дозировках и в тактике ведения. Поэтому, смотрите, никогда не верьте, когда вам говорят стандартную дозировку железа какую-либо. 25, 50, 100. Это очень сильно будет зависеть от вашей личной ситуации. Дальше. От препаратов железа не должно быть побочных эффектов. Это точно, абсолютно. То есть если вы испытываете какую-то боль, диарею и так далее, этого не должно быть. Дальше. Очень важный момент и важное правило. У вас должна быть очень хорошая динамика. Если схема, которую вы составили, правильная, или для вас составил ваш наставник или нутрициолог, у вас уже через месяц ферритин, либо гемоглобин, если он был низкий, должны повыситься на 10 пунктов минимум. То есть рост должен быть очень такой динамичный. Если у вас ферритин растет на 3 пункта, на 5 пунктов, что-то не то. То есть либо неправильно подобрана дозировка, либо у вас идет какой-то воспалительный процесс в ЖКТ, и воспаление мешает железу всасываться, либо вы не устранили причины. Ребят, это очень-очень важно. Вот я много раз вам сегодня показывала, что очень важно суметь правильно устранить причины. Если динамика медленная, значит схема не рабочая. Поэтому вот и на курсе буду все время вас в это возвращать и говорить, учтите вот это, не забудьте про вот это, подберите вот эту дозировку. Это все очень важные пункты. То есть разные схемы ведения для каждого человека. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Еще одна ошибка – это игнорировать питание. То есть шаг четвертый в лечении дефицита железа – это всегда питание, как бы вам сейчас скучно не стало, как бы вам не хотелось, чтобы я вам сказала, пейте три таблетки хилатного железа, будет вам счастье. Нет. Вот смотрите, я точно не адепт в теории, когда говорят про то, что питанием можно излечить все. Нет. Если у вас уже диагноз анемия, если у вас гемоглобин ниже, чем 120 грамм на литр, то навряд ли вам поможет питание. Вам нужно будет съедать такое большое количество пищи, но что прям вряд ли вам это поможет. Поэтому всегда есть этапность, когда сначала вы проходите лечение, восстановление, и дальше, вот дальше, нужно уметь правильно питаться, для того, чтобы поддерживать полученный результат. То есть я абсолютно не настаиваю на том, что вам нужно принимать добавки железа на постоянной основе. Нет. При грамотном подходе у вас должен быть период восстановления, а дальше уже вы переходите на собственный ресурс, когда вы питанием способны удерживать полученный результат. Это идеальное состояние. Но бывает очень много ситуаций, при которых это невозможно. Люди, которые не едят мясо, люди, у которых проблемы с низкой кислотностью. Бывают такие ситуации, когда, ну, например, этого просто недостаточно, да. Например, когда у вас обильные менструации, которые вы по какой-то причине не хотите никак, даже несмотря на мое объяснение на курсе, они не сдерживают, я вас научу, как это делать, да, они все равно по какой-то причине продолжают обильно менструировать, и тогда, конечно, питания недостаточно. И я вам расскажу, как правильно подбирать профилактические дозировки. И вот последний шаг в лечении анемии – это сроки лечения и отмена препаратов. Вот я уверена, уверена, что большинству из вас, когда-либо назначали препараты железа доктора, и говорили, попей месяц или попей два месяца. Это очень распространенная ошибка. Смотрите, никто, никому никогда не может сказать конкретные сроки лечения, потому что у всех очень индивидуальная динамика. И вы никогда не можете сказать, что, значит, попью два месяца и брошу. Нет. Вы даете ферритин до, вы проходите схему лечения и потом контролируете полученный результат. И лечение дефицита железа и анемии может занимать до шести месяцев, в зависимости от причин, почему у вас возникла эта ситуация. И вот только когда вы получите красивые эти цифры, когда вы увидите, что у вас гемоглобин точно выше 120, когда у вас хороший высокий ферритин, то есть вы создали это депо, то есть вы этот бассейн с железом налили доверху, у вас хороший оптимальный уровень, вот только тогда вы можете пойти на, например, уменьшение дозировки и так далее. То есть вот тактику вот эту мы тоже будем разбирать. У нас последний шестой модуль, он будет полностью посвящен препаратам железа. И я на самом деле вам расскажу и про лекарственные средства, какие они бывают, я вам расскажу, когда, в каких случаях стоит внутривенность железа применять, да, и идти до направления на него, к врачу, да, когда это действительно необходимо. В каких случаях мы можем, правда, и это большинство случаев, обходиться ахилатными формами железа, но нужно просто правильно уметь подбирать дозировку. Расскажу, какая динамика по росту, по отмене, и если, например, все-таки причина не убирается, как правильно переходить на поддерживающие дозировки, вообще как правильно это применять. То есть вот шестой модуль будет такой тоже очень у нас загруженный, и мы будем в итоге составлять полноценную схему, да, и там будет, правда, не один только продукт, нам действительно нужно будет составить схему так, чтобы вы получили свой результат, чтобы вы этот результат смогли удержать. Вот такие вот у нас с вами шаги. Я еще раз с большим удовольствием вас приглашаю на курс «Защитись от анемии». Он уже стартовал, уже первая лекция выложена, и в эту пятницу на тарифе с обратной связью я уже буду встречаться с вами и отвечать на ваши первые вопросы. Посмотрите, пожалуйста, этот курс для тех, у кого уже вы знаете, что у вас есть дефицит железа, если у вас гемоглобин ниже, чем 120, или ферритин ниже, чем 50, если вы хотите понять причину, почему вы оказались в этой ситуации, если вы хотите уметь правильно восстанавливаться в таких ситуациях и помогать своим клиентам, даже если это не ваша проблема, но вы хотите грамотно помогать своим клиентам, если вы нутрициолог и работаете с такими людьми, то, пожалуйста, приходите, давайте с вами общаться. Ну и отдельно акцент я хочу сделать на то, что я зову тех людей, у которых есть проблемы с щитовидной железой, с гипотириозом или субклиническим гипотириозом, то есть если у вас ТТГ выше, чем 2,5, для вас этот курс будет невероятно полезен, вы очень много узнаете. Научимся мы с вами корректировать, да, и анемию, и дефицит железа, дефицит витаминов, обидные менструации, сибр, запоры. Я еще расскажу вам про желчаток и про то, как работать с желудком. То есть у нас такой мини-нутрициологический курс, но правда, это необходимость, потому что именно так и нужно составлять схемы с учетом индивидуальных особенностей. Давайте еще раз посмотрим. У нас есть два тарифа. Тариф слушателей за 700 рублей, там 6 видеоуроков, 6 модулей и презентации для скачивания. Но я, пока есть такая возможность, и пока свободные места есть, я точно вас зову на тариф с обратной связью, там, где будет чат, там, где будет общение, там, где мы с вами весь май будем встречаться три раза в неделю для того, чтобы вы могли слушать материал и потом задавать вопросы и поэтапно идти, идти и создавать тебе персональную такую схему. Поэтому, пожалуйста, попадайте именно на тариф обратной связью и максимально сейчас расскажите об этом в своих клиентских чатах, в своих бизнес-чатах, в рабочих, да, где есть ваши бизнес-партнеры для того, чтобы именно ваши люди попали на этот тариф и ваши люди получили максимально, максимальную пользу. Вот еще раз на этом слайде два тарифа для сравнения. Посмотрите. И я готова ответить на... Хотела показать вообще отзывы. Это отзывы моих клиентов и моих пациентов и то, как они мне благодарны, когда они проходят подобный курс, который есть у меня. На самом деле, курс, который есть у меня, он стоит в пять раз дороже. Поэтому то, что для вас сделали сейчас Sibirian Wellness, да, пригласили меня как специалиста, и мы записали этот курс по таким очень доступным ценам, это большое благо. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. И, ну, большое-большое количество отзывов я всегда получаю после прохождения этого курса о том, как меняются жизни людей, о том, как больше становится энергии, о том, как хочется жить, развиваться, уделять время семье, заниматься с детьми, а не просто вот это желание закройте дверь, мне только полежать, да. И девочки очень много публикуют таких отзывов о том, что жизнь меняется кардинально. Хорошо. Давайте с вами еще тогда я хотела бы посмотреть чат. И если у вас есть какие-то вопросы про курс или какие-то такие моменты, с удовольствием на них отвечу. Дорогие девочки, я вижу, что вы пишете комментарии, поэтому не переживайте, я дождусь ваших комментариев и никуда не ухожу. Так, почему может болеть голова при приеме железа? Нормально ли это даже при низких дозировках хилатного железа? Это может быть вопрос индивидуальной непереносимости, но вообще головные боли при приеме железа не характерны симптом. То есть он в моей практике не встречался ни разу. Но в медицине все так настолько индивидуально, поэтому, да, если у вас действительно болит, то как бы я вам охотно верю. Так, Светлана Торпова, слайд про меня. Да, сейчас давайте-ка мы с вами... Я открою. Пять секунд. Так, сейчас пять секунд. Я подгружу слайд про себя, и вы сможете сделать скриншот. Я понимаю, что это очень важно. Так, давайте я сейчас посмотрю. Может ли от нехватки железа бросать в жар? Знаете, нет. Скорее нет. Все-таки бросают в жар либо по причине проблем с работой щитовидной железы, либо по предклимактерическом периоде. Это вот такие основные известные факты. Так, будете ли на курсе разбирать причины завышенного ферритина? Понятно, что это про воспаление, но про какое? Ферритин-300. Ну, Наталья, смотрите, вообще сейчас на данный момент с руководителем бизнес-колл онлайн мы не ставили этот модуль про повышенный ферритин, но, возможно, мы запишем дополнительный урок. Это многовероятно. Сейчас я скажу, что, конечно, ферритин-300 это не всегда воспаление. Вот, смотрите, тут нужно действительно будет подумать. Если вы не находите никакого воспалительного процесса у себя, то есть у вас ничего там условно не болит, да, так грубо скажем, то это может быть и генетическое нарушение гемохроматоз. Ну, в общем, я поняла вашу просьбу, и я думаю, что не так нам сложно будет сделать отдельное какое-то внутри уже курса, да, отдельный, например, какой-то, возможно, вебинар или очный эфир, да, мы его объявим, про повышенный уровень ферритина и про вариации. Ферритин 49,9, это мало? Смотрите, для женщины это нормально, для мужчины это мало. вот я смотрю, смотрю вопрос Юлии Минихановой, да, смотрите, несмотря на размер щитовидной железы, да, у вас с гормонами все в порядке, но у вас низкий ферритин 23 для женщины, это очень-очень мало. Поможет ли мне курс привести антитела в норму? Смотрите, мы будем в любом случае говорить про аутоиммунный тиреидит, да, но я как преподаватель не могу вам обещать результат, да, то, что вы 100% снизите антитела, но мы будем говорить, я буду говорить про аутоиммунный тиреидит в любом случае, про его компенсацию, как работать с ним. Цена просто огонь, я проходила про аденоиды за 12 тысяч, а тут нужно просто всем. Друзья, на самом деле цена невероятно низкая. Да, давайте мы сейчас, я попрошу еще тоже открыть еще раз слайд про тарифы. Я могу вам, как спикер и медицинский блогер, сказать, что таких цен вы не увидите нигде. Эта цена – это просто подарок от компании Sibirian Wellness. И только, да, то есть, конечно же, такие курсы, которые мы создали с большими, там, шестью модулями, с тем объемом информации, они стоят точно не меньше 10 тысяч на рынке онлайн-образования. Это абсолютнейший факт, я нигде сейчас не лукавлю. Поэтому, пожалуйста, вы пользуйтесь возможностью и таким подарком от компании Sibirian Wellness, с подарком от Business School Online. Обязательно, как можно больше людей приглашайте на этот курс. Так. Если высокий гемоглобин, значит и железо высокое. Нет, смотрите, ситуации, при которой хороший уровень гемоглобина, но низкий ферритин, очень много. Это связано с тем, что организм компенсирует, он до последнего будет вымывать отовсюду железо максимально и будет делать все, лишь бы гемоглобин в крови был нормальный. Потому что гемоглобин разносит кислород по организму, да. А вот уровень ферритина может быть истощен. Это точно. И симптомы у вас при нормальном уровне гемоглобина могут быть все эти. Вялость, слабость, апатичность и так далее. Поэтому я и говорю, что очень важно сдавать и общий анализ крови, и смотреть на депо. Поэтому нет, это не гарантия того, что если у вас нормальный гемоглобин, что у вас точно нет дефицита железа. Не факт. Обязательно нужно смотреть ферритин. Спасибо за эфир. Очень полезно. Здорово, здорово, что вы пришли. Большое вам спасибо, что вас было так много. Чтобы прийти на курс, какие нужно сдать анализы, чтобы понимать, что с человеком какая нужна коррекция. Но вот это как раз анализы, которые я показывала вам на слайде. Если сейчас получится, то мы еще раз включим этот слайд. Смотрите, на самом деле это не обязательно до курса. У нас уже сейчас вышел первый урок, и там уже перечень анализов частично есть. Вы можете в процессе сдавать, так как мы целый месяц с вами встречаемся и поэтапно разбираем все проблемы. Вы точно успеете и в процессе курса уже там их сдать, обсудить, проанализировать и так далее. Вы не переживайте, что если у вас нет этих анализов, то как-то это вам помешает учиться на курсе. Нет, абсолютно не помешает, поэтому все будет в порядке, вы все точно успеете. Уроки в записи. Да, то есть эти шесть модулей, они записаны. Я в них рассказываю теорию. А вот когда мы с вами уже в чате работаем, там уже, то есть у меня прям три дня выделенных, два часа стоит. Когда я прям прихожу в чат, отвечаю на вопросы, буду вам записывать голосовые или кружочки, могу выходить периодически какие-то прямые эфиры. То есть я абсолютно в этом плане открытый человек, мне это легко и просто. У нас уже с вами запланированы эти встречи. Понедельник, среда, пятница с 4 до 6 часов по Москве я буду выходить в чат на тариф обратной связи. Поэтому я вас так в обратную связь и агитирую, потому что, на мой взгляд, это намного лучше тариф, чем просто слушать. Так что приходите именно туда. Так, сколько будет доступ в записи? Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос про доступ в записи. Но, по-моему, очень как-то долго. Мне кажется, год аж. Что в первую очередь лечить, паразитоз или анемию? Вот тут нутрициолог задает вопрос. Вообще я хочу сказать, что паразитозы при анемии, а значит, при низком гемоглобине не лечатся. Нужно восстановиться немножко, потому что на железе работает первая фаза детоксикации. Если дефицит железа явный, то никакие манипуляции с детоксами жесткие не проводятся. Прямые эфиры. Смотрите, у нас не будет с вами прямых эфиров, вот как таковых, как бы это сказать, что это просто, если я вам решу какой-то спич записать, я его запишу, сохраню и выложу в чат, в обратную связь. Ну или мы будем до чего-то с вами договариваться, потому что я не знаю, как будет работать группа. Да, обычно все сильно зависит от группы. Ну вот по два-три раза в неделю я вам точно обещаю. Сколько по времени будет курс, и сколько времени можно будет смотреть в записи? Смотрите, курс будет точно месяц идти, то есть будет открываться по несколько уроков в неделю. На тарифе с обратной связью я буду появляться три раза в неделю в вашем чате, да, и работать вместе с вами. А записи потом уже на год остаются. Так, если оплатить 700 рублей, то можно ли доплатить до второго тарифа? Да, можно. Вот я видела, что где-то здесь уже говорили, что это можно, и присылали ссылку. Да, тариф можно переделать, да. Так, вижу, еще пишут у нас Светлана, Мария пишет комментарии. Курс проходит на платформе Business School Online, а чаты будут в Телеграме. Да, ну, это удобно, когда чаты с тарифом обратной связи в Телеграме, потому что я могу вам писать голосовые, крючки, делать какие-то небольшие включения на 5-10 минут, там, как прямой эфир, да. Поэтому, так, как внести оплату? Хорошо, сейчас 5 секунд, я найду ссылку. Так, ну что, друзья, я так понимаю, вопросы закончились, буду уже рада с вами встретиться уже непосредственно на курсе. Всех была рада сегодня видеть, и всем хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!